Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Битрайдер. В этом видео хочу поговорить с вами об экипировке. То есть это видео будет прежде всего полезно тем, кто сомневается, какую экипировку себе взять. То есть кожаную, скажем, спортивную или городскую, тексильную. Ну и вообще в целом. У меня сейчас накопился кое-какой опыт в плане, допустим, экипировки. То есть я до сегодняшнего дня ездил исключительно в спортивные кожаные экипировки Дайнезе. И вот хочу рассказать вам, какие есть минусы в ней, какие есть плюсы. И почему я перешел сейчас вот на такой стиль, скажем так. Так как я новичок, то есть первосезонник, то есть это был мой первый сезон, я очень был обеспокоен безопасностью. Поэтому мой выбор пал на кожаную экипировку с максимальной защитой. Но у этой экипировки опять же есть минусы. Я не буду говорить, что минус там это жарко или что-то такое. То есть с правильной термухой там в принципе ничего не жарко, вполне себе очень нормально. Но ее основной минус, скажем так, опять же это сугубо, сугубо лично мой опыт. Я брал мотоцикл для того, чтобы на нем ездить, скажем так, путешествовать. Поэтому кожаный экип вот именно для путешествий он очень неудобный. Например, я расскажу вам, вот я ездил в Прагу и в этом сезоне, скажем так, я приехал в Прагу, то есть в кожаном экипировке. То есть мне получается надо было куда-то прийти в отель, скинуть вещи, переодеться и потом уже идти гулять по городу. То есть такой сценарий. Но мне бы хотелось, скажем так, приехать в какой-то город, просто в нем погулять, посмотреть, если мне тут нравится, остаться, если нет, ехать дальше, скажем так. И потом уже решить куда поехать, либо в отель, либо в кемпинг, в палатку. То есть быть более гибким в этом плане. Поэтому кожаный спортивный экип, он не позволяет вам быть очень гибким. Поэтому это как бы его минус. Опять же, когда если идет дождь, кожаный тяжелый экип, ну дождевик на него одевать немножко хлопотно. То есть как, ну не то. Конечно можно, но во-первых, это выглядит стрёмно. Во-вторых, это очень тяжело, когда особенно под дождем. Поверьте мне. Поэтому это тоже его минус. Опять же, я буду этот экип носить обязательно, если я буду куда-то просто выезжать, чисто катнуть. Вот скажем, в воскресенье у меня есть делать нехер, пойду катну. Скажем, с удовольствием одену кожаный экип, зная, что я никуда сейчас там не поеду путешествовать и все такое. Поэтому оптимально. Но я все-таки решил для себя перейти вот на подобный экип, в котором вы меня сейчас видите. Это штайны Дайнезе, это такие мотобрюки. Они как, как они считаются, как, они, это не джинсы, а такие, ну брюки, типа джинсы, джинсы или как они называются. У них есть защита колен, защита бедер. Не знаю, будет ли она защищать, не будет как-то. Ну по сравнению с нормальным экипом, конечно, выглядит это все смешно. Но штаны обалденные, очень удобные, то есть все как я хочу. Также я себе взял другие ботинки. Конечно, они не водонепроницаемые, но все же они удобные. Я вот сейчас ходил гулять пешком, прошел в них 7 километров. То есть и вообще ноги не болели, то есть ногам комфортно, удобно. Это опять же плюс, если ехать куда-то путешествовать. То есть вы приехали в какую-то локацию, вы можете с рюкзачком сразу пойти гулять. Вам не надо париться, куда поставить вещи. Поэтому это огромный плюс. И куртку я себе вчера рвал. Обалденнейшая куртка, она очень теплая. Подклад у нее отстегивается. И, кстати, подклад это просто обычный худи. То есть если я подчас, скажем, эту парку сниму, то там будет просто обычный худи. То есть можно просто как кофту носить, без проблем. Поэтому эту куртку можно одевать как летом, весной, осенью и зимой. То есть вообще обалденно. Я очень рад, что я вчера на нее нарвался и купил. Плюс опять же, опять этой куртке, то что она водонепроницаемая. То есть я испытал, взял под душу рукав и душем поливал в течение нескольких минут. То есть воду вообще не пропускает. Она не продувает. То есть там какая-то мембрана есть, которая дышит. То есть воду она не пропускает. Это опять же огромный плюс. В путешествии не надо брать дополнительно никакой дождевик. Это облегчает рюкзак. То есть облегчает ваш багаж. Единственное, что мне сейчас надо будет брать с собой, это штаны от дождевика. И все. То есть они много места не занимают. И то, когда прохладно, можно прямо одеть. Оно даже смотрится очень стильно. Я, может быть, когда-нибудь сделаю отдельный обзор. Или когда-нибудь, может быть, увидите. Поэтому у меня сейчас багаж вообще минимальный будет. А, еще огромный плюс. Вот смотрите, да, раньше, если я ехал в обычном экипе в путешествие куда-то, в какой-то город или что, мне всегда с собой тащить приходилось отдельно обувь, какие-нибудь там туфли, кроссовки. Отдельно штаны выходные и куртку, чтобы вдруг там прохладно будет. То есть это занимало место в багаже. Теперь я поеду вот в таком прикиде, скажем, мне не надо с собой ничего лишнего тащить. То есть у меня рюкзак будет практически пустой. В этом случае я сейчас закажу, может быть, скоро, ну, присмотрел себе палатку, одноместную палатку для легкохода. То есть она одноместная, да, но она весит там что-то полкило, занимает размер 30 на 11 сантиметров. То есть вот она почти нифига. То есть если ее в рюкзак кинуть, то ее потом не найдешь в рюкзаке. То есть она настолько маленькая и удобная. И какой-нибудь легкоходный спальник, чтобы тоже место мало занимал. В общем, чтобы это у меня просто всегда в рюкзаке там лежало вместо дождевика. То есть если раньше у меня там лежал дождевик, то теперь там будет лежать палатка. Для чего это? Для того, чтобы у меня был всегда выбор. Чтобы, если я, допустим, ну, понравилась локация, так спонтанно скажу, ну, останусь здесь переночевать. Все. То есть классная тема. Да, единственное, что вот такой городской экипп, это минус к безопасности. Вот что касается штанов, я не знаю, ну, просто непривычно пока после серьезных штанов с таким набалдажником. Кстати, что касается куртки защиты, у нее есть защита локтей, защита плеч и, то есть можно вставлять защиту спины. То есть я со старой куртки просто вытащил эту защиту спины, вставил сюда, то есть подошла вообще без проблем. Так что в плане верха защищен нормально. И от ветра, и от дождя, и от падений, так скажем. Вот, собственно, в принципе, что я и хотел в этом видосе сказать. Конечно, ребята, выбирая экипп, нужно исходить из своих потребностей. Для чего вы хотите. Если вы просто выезжаете в выходной день, там, покататься, то кожан экипп вообще идеальный вариант. Во-первых, максимальная защита, ну и, да, максимальная защита. А если вы хотите реально путешествовать, вот как я хочу сейчас в следующий... Я в этом сезоне уже 7 тысяч накатал. В следующем сезоне я планирую по Европе кататься. Ну, как там сейчас, с короной будет, если границы не закроют, все нормально будет, то зашибись. Так что вот это идеальный вариант. Приехал в какой-то город, в какую-то локацию, не переодеваясь, погулял, понравилось, остался. Не понравилось, поехал дальше. У тебя есть выбор, поехать в отель или остаться в палатке. Дождевик одевать вот поверх этих штанов одно удовольствие. То есть быстро, очень классно. Куртка теперь, дождевик не нужен. Так что вообще я счастлив. И, кстати, да, вы сейчас можете сказать, да, что есть туристический экип специальный. Да, он есть. Во-первых, мне не нравится, как он выглядит. То есть, ну, выглядит как-то слишком по-пенсионерски. Я еще молод. Не мое это. Плюс, опять же, там не надо обольщаться. Там тоже ценники запредельные. То есть я вчера смотрел. Нормальный топовый экипчик. Это тот же туристический. Там только одна куртка за 400 евро может запросто выйти. Поэтому вот за эту куртку я отдал со скидкой в Луисе 160 евро. То есть ее нормальная цена стоит 260, по-моему. Так что-то там 38% скидка была. Так что... Ну и штаны, конечно, да. Штаны тоже стоят конских денег. Потому что я другие мерил, они были, но не подходили мне. А вот эти дайнезовские я заказал у них прям на сайте. Четыре пары. То есть разные размеры и два покроя. И вот выбрал одни из них, которые мне больше всего подходят. Короче, эти штаны обошлись мне 200 евро. Да. Ну, опять же, безопасность это прежде всего. Экономить на своей безопасности я бы не стал. Так что... Ладно, ребята, все. Не буду вас грузить. И так уже достаточно отнял у вас времени. Поэтому спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я, Вилли. Увидимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok